Здравствуйте, это мультиформатный Федерал Пресс в студии Оксана Дякина. Президент России всерьез озаботился спасением лесов. С этой целью Владимир Путин провел совещание по вопросам лесного комплекса, где четко дал понять, лазеек для черных лесорубов и незаконного вывоза леса больше не будет. Владислав Владимирович, Владимир Путин поставил конкретные задачи по борьбе с контрабандой и незаконными вырубками леса. В каких регионах, на ваш взгляд, эти проблемы стоят наиболее остро? Вы спросили, какие районы наиболее сейчас подвержены вот такому тотальному, бесконтрольному, черному лесопромыслу. Вы знаете, вот буквально, не буквально, еще 10 лет назад в рамках таких мероприятий, как Невский экологический конгресс, который исторически проводился в Иркутске, вот это плановое и базовое мероприятие было Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации. Мы докладывали Валентине Ивановне в сообщество широкому, нашим сенаторам, экспертам, и предоставляли материал аэрофотосъемки, где снимали нашу тайгу в Иркутской области, в Сибири. И, к сожалению, вот на ней было показано, на этих данных, на этих снимках, была показана тотальная вырубка целыми десятками гектар наших таежных запасов, лесных запасов. И более того, что вызывало достаточно серьезное раздражение нашего экологического сообщества, были обнаружены и выявлены подъездные пути, железнодорожные подъездные пути, частные, то есть которые не поставлены ни на какой счет, и которые граничили с прилегающими территориями наших китайских, так сказать, Китая. И, соответственно, мы понимали, что эта лесозаготовка не санкционирована, то есть, естественно, это так называемые черные лесорубы, они вывозят этот лес за границу без всякой переработки, без всякого налогообложения, то есть это чистая контрабанда, это чистая криминальная деятельность. Естественно, наиболее угнетаются те районы, которые обладают наиболее массовыми лесными богатствами. Это Сибирский федеральный округ, это Дальневосточный федеральный округ. Не задело это, конечно, и Центральный федеральный округ, Северокавказский федеральный. Практически везде, то есть, ну, где огромные массивы тайги, то есть огромные лесные запасы, естественно, там легче проводить вот эту скрытую деятельность, нелегальную деятельность по рубке леса, ценного леса и его, естественно, перепродажу. То есть никто там не занимался, естественно, его какой-то обработкой и переработкой. Ну, а государство предложило с 1 января 2022 года полностью запретить вывоз из Российской Федерации необработанной древесины или только для вида, слегка обработанных лесоматериалов, хвойных и ценных лесных породов. Как вы считаете, достаточно ли это мера? Оксан, ты знаешь, я скажу так. Дело в том, что такой посыл и такой запрет в субъектах Российской Федерации, где производилась массовая лесозаготовка, он существовал, то есть было запрещено. Потом произошло послабление, запрещено необработанных рублях вывозить. То есть потому что он потом от наших, там, тех же китайских партнеров, да, от странной Европы, которые охраняют свои лесные запасы и ввели где-то на лесозаготовку лесозаготовки, в частности, те, кто производит там элитную мебель, там, или там обрезной брус даже, там, строительный и еще что-то. Вот. То наши китайские, допустим, партнеров и западные европейские получают у нас необыкопанную древесину, потом ее нам возвращают втридорогой, да, собственно, на территорию Российской Федерации, в различных изделиях, там, или стройматериалов, пиломатериалов, да, собственно, или мебели и так далее. Конечно, это абсолютно неправильно. Все страны ввели давно квоту не только на поставку, да, то есть развитые страны, я уже упомянул, на вырубку своих лесных богатств, своих ресурсов, и просто поставили поставку в виде необработанного, то есть сырца обычного необработанного ствола, рубляк так называемый. Я думаю, что этот путь очень грамотный, очень необходимый нам, надо к нему вернуться. И он обсуждался, и он когда-то был, в принципе, введен и поставлен в постзапрет. Поэтому я думаю, что наш президент очень грамотный и хороший посыл дал в этом направлении, мы должны точно и четко его реализовать. Известно, что многие лесные пожары возникают из-за желания лесопользователя сократить свои издержки. Вот вы поминули эту тему лесных пожаров? Собственно, поджигается трава, кора деревьев побугливается, но сердцевина, товарная часть не страдает. Этот лес, лесопользователь, выкупает как поврежденный, то есть дешевле, обрадает к здоровой порыночной цене. После вступления в силу новых требований, будут ли возможны подобные действия, будет ли в них смысл? Как вы считаете? Очень болезненный вопрос. Я вот с него не знал во вступительном слове, да, собственно. Очень болезненный, очень трудный, очень многогранный. Ну, большинство специалистов наших лесхозов, вот, Минприроды, академиков, докторов, инспекторов, собственно, пожарных, ну, стоят все-таки на позиции того, что большинство возгораний лесных массивов в период, там, засухи в летний, осенний, там, поздневесенний период, они, конечно, имеют антропогенную природу, то есть человек виноват их. Это и по бесхалатности происходит, когда кто-то едет отдыхать в лес, да, собственно, и там разжигает костер или бросает окурок в неположенном месте. Это, конечно, и корыстный интерес, когда действительно, исходя из побуждений к тому, чтобы потом спилить и перепродать, ну, как уже сделать санитарную вырубку и, естественно, получить его просто, что называется, бесплатно на халяву. То есть за вольгаризм и, не платя ничего, вывести его за совершенно другие деньги, частично обработать. Мы не можем контролировать пожарящее, которое возникнет, оно не может частично или быть частично там не выгорено. Обычно выгорят, когда горят гектары, да, миллионы гектаров, сотни гектаров леса. Там температура такая, что остаются одни вот эти вот обугленные угольки, и их не остается. Это просто пепелище, которое представляет из собой выжженную землю. И контролировать, на мой взгляд, проводить именно такие искусственные поджоги, ну, это работать чисто на удачу, потому что может получиться, может не получиться. Я бы вот реально не рекомендовал. Вот это так же, как с караедом, допустим. Да, вот занесли караедом, сухостой возник, надо вырубать, санитарную коробку делать. Но караедом, это потом дерево нельзя использовать. Это делают обычно черные вредители, чтобы получить земельный участок под застройку, под перевод категории земли, вывода его из лесного фонда и так далее. То есть здесь имеется в виду территория, когда интересует. Ровно так же, как и с поджогами. Потому что это очень трудно, это безграмотные процессы. Но я уверен, что такие, я знаю о таких процедентах, они были, виновные выявлялись, их деятельность пресекалась. Очень уголовное дело, мы все знаем, что порубка одного дерева выше трех метров, это уголовно наказуемое деяние, то есть до трех лет. То есть это не штраф, не административный, а одного дерева. Когда мы говорим о массивах лесных, то, конечно, надо ужесточать и контроль, и законодательство в этом направлении, однозначно. Спасибо большое, Владислав Владимирович, за интервью. А с нами на связи был член общественного совета Росприроднадзора, член экспертного совета по аграрно-производственной политике и природопользованию, исполнительный директор Национального центра эколого-эпидемиологической безопасности Владислав Жуков, который рассказал о том, какие изменения ждут пресной отрасли после совещания президента. Следите за нашими новыми видеопродуктами, для этого подписывайтесь на YouTube-канал «Федерал Пресс», ставьте лайки, комментируйте и следите за нами в социальных сетях. Всего вам доброго. Всего вам доброго. До свидания.